Друзья, привет! Вы на канале CryptoCommons. И этот выпуск я хочу посвятить одной из своих самых любимых криптовалют – Dash. Ну смотрите, давайте начнем с фундаментала. Что это такое? Dash – это Digital Cash, цифровая наличность. Вот мы можем у них на сайте видеть. Пересылайте Dash мгновенно с минимальной комиссией, любую сумму, куда угодно, в любое время. Dash – одна из первых криптовалют, появилась 18 января 2014 года. Автор и разработчик – Эван Даффилд. Dash, ранее известная как DarkCoin и XCoin – это открытая децентрализованная платежная система в форме криптовалюты на базе блокчейна, использующая механизм повышения конфиденциальности транзакций. Ну то есть в начале, когда ее запустили, ребята, это была крипта с упором на анонимность. Но потом, позже, они от этой идеи отказались, и теперь функция PrivateSend доступна только опционально. Но в целом, блокчейн достаточно прозрачный, и все транзакции можно отследить. Как и большинство криптовалют, у Dash нет централизованного управления. Эмиссия происходит при майнинге. Из полученного вознаграждения 90% распределяется между майнерами и операторами мастернод. То есть вы можете зарабатывать пассивный доход в виде дивидендов, типа как стейкинг, если держите мастерноду. То есть для этого не обязательно иметь майнерское оборудование, для этого достаточно просто иметь какое-то количество монет в мастерноде. Остальные 10% направляются на финансирование одобренных проектов. По состоянию на конец 2017 года Dash по капитализации входил в десятку популярных криптовалют. Здесь я хочу вам показать, что действительно это так. Вот исторический снайпшот с CoinMarketCap 2017 года. На пике прошлого булрана мы видим здесь, что Dash стоил 1200 долларов без малого. В то время как Bitcoin стоил 14000 долларов, а эфир стоил 700. То есть Dash стоил практически 2 эфира. Основные различия между Dash и Bitcoin заключаются в том, что транзакции Dash подтверждаются очень быстро, в пределах полутора секунд. Пользователь может использовать повышенный уровень конфиденциальности некоторых транзакций благодаря встроенной функции PrivateSend. Dash использует комбинацию нескольких криптографических алгоритмов. Майнинг Dash требует меньших энергозатрат. Решение о дальнейшем развитии системы принимают не отдельные программисты, а все члены сети Dash через механизм децентрализованного управления. Ну то есть governance, как сейчас модно в DeFi. Помимо механизма майнинга, Dash использует мастерноды, что обеспечивает как более быстрое подтверждение транзакций, так и повышает уровень конфиденциальности транзакций. В общем, это вы все можете сами почитать и ознакомиться. Когда я только начинал интересоваться крипторынком, это был 2015 год вот здесь. Вот, и курс ее был тогда в районе 2 долларов. Вот еще один исторический снайпшот с CoinMarketCap из этого времени. Мы видим, что Dash входит в пятерку по капитализации. В то время курс ее составлял 3 доллара с небольшим. И монет было всего 5 миллионов. В то время как биткоин было уже 13 миллионов монет. И эфира еще в помине даже не было, как видите в проекте. И лайткоинов, например, 36 миллионов монет было. XRP было 31 миллиард монет. То есть, понимаете, да? Короче, Dash более ограниченный актив, чем биткоин. Но капитализации в то время были мизерные у всего крипторынка. Сейчас по состоянию на наш день Dash сместился на... Тут надо мотать и мотать. На 41-ю строчку. Сейчас курс Dash составляет 115 долларов примерно. И общее количество монет еще не превышает 10 миллионов монет. И максимальное количество монет, которое будет когда-либо, 18 миллионов 900 тысяч Dash. То есть, буквально половина от всего будущего обращения уже намайнена. Но в сравнении, опять же, с биткоином и с эфиром, это более редкий актив, потому что биткоинов максимум 21 миллион. И уже намайнили почти 19. А эфиров вообще нет максимального количества монет. И уже намайнили 114 миллионов. Так что, понимаете, да? Капитализация мизерная. В сравнении с капитализацией биткоинов 700 миллиардов и эфиров почти в 200 миллиардов. Капитализация Dash все еще составляет чуть более 1 миллиарда. Ну, теперь поехали. Посмотрим на график. Когда я начинал интересоваться крипторынком, это был 2015 год. Это был конец медвежьего рынка по биткоину. Dash стоил 3 копейки, как я уже сказал. И на пике Dash стоил практически 1600 долларов. То есть, был выше эфира. После этого мы видели очень сильный медвежий рынок. И сейчас, как я говорю в своих регулярных видео, очень похоже на разворотную формацию. Посмотрите, то есть, вот эта вот сетка AMA Ribbon, она всего два раза нам служила здесь индикатором. Первый раз вот здесь она развернулась в шорт, когда красная линия стала сверху. И после этого мы видели очень массивный медвежий рынок. И Dash падал до нижних значений приблизительно в 30 долларов. Но теперь эта сетка снова разворачивается здесь в лонговую сторону. И по идее у Dash есть весь потенциал переписать исторический максимум и пойти еще выше. Это чисто технический срез, который я вижу. Но также давайте посмотрим, что у них еще есть на сайте. Вот, вы можете здесь начать пользователям, бизнесу, скачать кошелек. Вот, получите полный контроль над платежами, охватите новое поколение покупателей. Мгновенные, безопасные, минимальные комиссии. Это все правда. Вот вы можете сравнить здесь скорость транзакции. Допустим, в биткоине скорость транзакции 10 минут, время обработки транзакции 60 минут, комиссия в среднем 3 цента, но сейчас это уже гораздо больше, вы понимаете. Сейчас комиссия 3 доллара, иногда и 10, и 20 долларов. В эфире то же самое, комиссия сейчас минимально 10 долларов. В PayPal, вот вы видите, тоже время обработки транзакций может доходить до 8 дней, комиссия 3,5%. Кредитные карты тоже до 3 рабочих дней, денежный перевод, большие комиссии. В Dash перевод занимает 1 секунду, время обработки транзакций тоже 1 секунду, и комиссия составляет менее 1 цента. Все это происходит за счет этих мастер-нод, то есть пока все майнится, мастер-ноды уже подтверждают транзакции. Вот мы видим объем платежей на третий квартал 2020 года, то есть сейчас он растет. Число ежедневных пользователей, количество транзакций. Это вы все можете сами посмотреть, их партнеры. Насчет вот этих вбросов, которые мы слышали, что Dash сейчас делистит с некоторых бирс типа Bittrex, что якобы они анонимные. Dash соответствует требованиям IML и KYC. Характеристики транзакций Dash технически идентичны транзакциям Bitcoin. Исследователь в вопросах регулирования их комплайнса, можно и нужно относиться к этим блокчейнам одинаково. Так что они полностью соответствуют всем требованиям, и вот правовая оценка PrivateSend вы можете тоже заценить. Теперь смотрите. Функция FastPass – это, собственно, наверное, главное сейчас достояние этой монеты. Но FastPass – это, собственно, функция, которая позволяет зачислять депозиты за одну секунду. Это как раз очень важно для трейдеров, и для инвесторов, и для арбитражников, для всех-всех-всех. Давайте послушаем, что нам скажет Аманда про эту функцию. Независимо от того, являетесь ли вы институциональным трейдером со средствами клиентов в управлении, или же вы торгуете сами своими деньгами, Dash FastPass – это решение для вас. FastPass – это неформальная сеть между компаниями, которые интегрировали технологию ChainLocks, что позволило им осуществить транзакции Dash значительно быстрее, чем у других криптовалют. Это дает вам возможность участвовать в арбитраже быстрее ваших конкурентов, используя партнеров, таких как Coinbase и Liquid. Это позволит вам оптимизировать скорость торговых ботов, используя партнеров Guedancy и HummingBot. Это означает, что ваши средства перемещаются в безопасном реестре в рекордные сроки при помощи партнера KeepKey. И теперь все возможности, такие как лендинг, деривативы, стейкинг, маржинальная торговля и поставщики услуг хранения присоединены к этой сети постоянно. Так что, если вы готовы выгодно улучшить свой торговый опыт, зацените Dash FastPass. Вот, теперь по фундаменталу, ребята. Смотрите, Dash запускают новый сервис Dash Text. Пока он работает только в Америке, но это очень крутая фича. Она позволяет отправлять Dash без интернета при помощи SMS. Просто можете отправлять SMS-ками друг другу Dash или использовать Telegram-бота, который у нас, собственно, с вами есть. Я покажу чуть позже, как это работает. Это нереально удобно. Также в новом кошельке Dash Pay добавили возможность отправлять транзакции прямо своим контактом из адресной книги. То есть вам не нужно больше помнить сложные криптографические адреса кошельков, а просто выбираете контакта своего друга и отправляете ему Dash. Очень удобно. Они этим самым задвинут Unstoppable Domains и многих других конкурентов. Что касается хешрейта сети Dash, очень стабильный. Посмотрите. И он растет все это время, даже невзирая на медвежий рынок, как и всей крипты в 2018-2019 годах, так и самой монеты. Вот здесь в 2020 году. Вот сейчас наблюдается небольшой откатик хешрейта. То есть это мощность сети. Но тем не менее, если вы сравните с другими хешрейтами, даже с тем же Litecoin, вы увидите, что Dash очень стабильно растет по хешрейту. А хешрейт, как мы знаем с вами, это один из главных показателей работы сети. Ну вот, допустим, хешрейт Litecoin. Посмотрите, как он падал. Несмотря на то, что Litecoin – это тоже достаточно рабочая монета, на любой другой хешрейт, если вы посмотрите, то он ведет себя менее стабильно, чем хешрейт Dash. Что я хочу этим всем сказать? Что, ребята, сейчас на рынке криптовалют представлено очень много разных монет и токенов. Да, их общее число насчитывает по разным подсчетам. Тут около 8000. Но реальных юзкейсов, таких как у Dash, ну кроме биткоина, пожалуй, эфира, который, конечно, эфир является вообще чем-то большим. Это платформа для создания смарт-контрактов и так далее. Ну и XRP, который вроде как банковский коин, но тоже пока реального применения мы этого не видим. Да, там есть какие-то новые типа Polkadota, там Litecoin используется. Но реально мы пересчитаем с вами вот 10, 15, 20 монет, которые реально используются. У них есть объемы и юзкейсы. Но в качестве платежного средства, я вам так скажу, реально используются еще меньше, чем вы думаете. Ни Cardano, ни Polkadot, ни даже XRP в таком масштабе, чейнлинки и прочее, прочее, не используются. Потому что, смотрите, как вы можете уже сейчас потратить свои Dash. В странах Латинской Америки, таких как Венесуэла и прочих, Dash уже давно активно используется как официальное платежное средство. Вот вы можете посмотреть из этого твита, как человек на кассе в каком-то местном Ашане платит Dash за одну секунду вот из своего кошелечка, отправляет транзакцию на кассе, ждет буквально 20-30 секунд. И то, потому что он отправляет не с Dash Валета через FastPass, а через Exodus. Поэтому он ждет какое-то время. И вот буквально в течение полуминуты мы видим, что транзакция одобряется. Кассир выдает ему чек, выдает товар. И вуаля, и товарищ уходит с товаром довольный. Я вам так скажу, такие штуки вы не сможете осуществить ни с биткоином, ни с эфиром. Ну, разве что, может быть, с лайткоином или с каким-нибудь Stellar в плане скорости и размера комиссии. Потому что в биткоине и в эфире вы заплатите больше комиссии, чем может стоить сам товар. Поэтому вот. Есть еще также куча сервисов типа CryptoRefills, где вы можете платить, выбирая вот свою страну. Здесь, видите, доступная оплата в биткоине, лайткоине, Dash и эфириум. Только в четырех этих криптовалютах. Здесь вы можете оплачивать телефоны, оплачивать всякие покупки. То есть, это работает, грубо говоря, как подарочные сертификаты. Ведь у нас, например, по законодательству в стране мы не можем принимать платежи ни в какой криптовалюте, и вообще ни в какой валюте, кроме рубля, даже в долларе. Поэтому по факту мы здесь не принимаем платеж, а как бы покупаем подарочный сертификат и уже им оплачиваем. Но все это происходит тоже в секунды. Вот, вы можете пользоваться этим, покупая в Сбермаркете, в Перекрестке, в Связном, в Детском мире, в Спортмастере. И много-много где еще. Я сейчас не хочу все это вам, но вы сами можете посмотреть, чтобы сейчас долго на это, много времени на это не тратить. Вот абсолютно кучу. Озон Тревел, Ока, кучу сервисов уже это поддерживает. Также авиабилеты. Есть сервис Чип Эйр, где вы можете за Дэш купить себе авиабилеты и забронировать гостиницы и так далее. Ребята, это просто взрыв. Это реально просто, это будущее. Ну и потом еще хочу вам сказать, что все поговаривают о переходе на цифровую наличность. А цифровая наличность, это переводится как Digital Cash. И, собственно, это не биткоин, который является больше средством накопления, скорее как цифровым золотом. Не эфир, который является больше платформой для создания умных контрактов и всяких децентрализованных приложений. А именно платежное средство – это Дэш, ребята. Это, я думаю, что я доходчиво вам это объяснил. Надеюсь, по крайней мере. Ну и сейчас я вам хочу показать, насколько быстро отправляются транзакции с помощью FastPass через официальный кошелек Дэш. Давайте посмотрим. Для этого мы заходим с вами в кошелечек Dash Wallet на нашем мобильном устройстве. И заходим в нашего бота, который у нас в Telegram-чате. Кстати, если вы до сих пор не подписаны, подпишитесь к нам в Telegram-чат. У нас здесь вот в закрепе написано, что в чате работает MyDashWalletBot, который раздает криптовалюту Dash всем активным участникам. Для этого, ну тут все команды, вы можете с этим ознакомиться подробнее. Но сейчас мы заходим в этого бота, открываем свой QR-код, нажимаем Scan to Pay, сканируем адрес и отправляем, допустим, 0.1 Dash. Комиссия, как видите, составляет 0.00000374 Dash, то есть, считаю, ее нет вообще. Вводим свой пин-код и бум. Внимание, вот мы отправили. Смотрим здесь, вводим команду Balance. И вуаля, вот они пришли. 102 милидаша, это и есть 0.1 Dash. 1 милидаш – это 0.001 Dash. Понимаете? То есть, средства зачислились уже за секунду. За секунду зачислились средства. Ну и дальше мы можем пойти в наш уютный чатик и раздать с помощью команды Rain на всех эти 0.1 Dash. Вот так вот быстро это происходит, буквально за считанные секунды. Вот, как вы видите, мы раздали 11 долларов на 100 участников. По одному милидашу получил каждый, то есть, по одной тысячной Даши. Также можно здесь донейтить в этом боте, то есть, вы можете кому-то одному написать тип, его юзернейм и единичку, допустим. И вот мы отправили человеку Dash. Можно также это делать в самом боте. Но, смотрите, если вы не хотите, чтобы это выделили в чатах, вы можете это делать в личку боту. Все команды типа «Проверить баланс», «Вывод» – все эти команды пишите в личку боту. В чате можно писать только Rain и тип, если вы хотите, чтобы все видели, что вы кому-то задонетили. Если вы хотите, чтобы никто не видел, вы просто пишите в личку боту и отправляете через тип вот так же собачка, кому угодно, сколько угодно Даша. Нереально удобно. Реально, по факту, они обогнали Пашу Дурова с его идеей Тона, потому что уже все это работает в Телеграме только через криптовалюту Dash. Вот такие дела, ребята. Не финансовый совет-дисклеймер – это не реклама. Ни копейки нам за это не платят. Как видите, мы сами раздаем, просто очень любим эту криптовалюту за ее удобство, быстроту в использовании. Ну и, конечно же, очень-очень хороший, дикий, я бы сказал, дикий потенциал хода по теханализу, просто по графику. Потому что если, а точнее будет сказать не если, а когда Dash покажет подобную динамику развития цены, как эфир сейчас, то он будет стоить уже около 2000 долларов. А если он покажет, или когда он покажет динамику развития цены, как биткоин, то он улетит в космос куда-нибудь на 4 или на 5, или даже, может быть, на 10 тысяч долларов. Как будьте здрасте, господа. Потому что здесь сплошные бычьи знаки. Вот и по RSI, и по EMA Ribbon, и по многим другим факторам. Но это ладно. Смотрите мои регулярные видосы. По поводу этого я буду держать вас в курсе, по поводу движения цены. Если вам понравился контент, если вы еще этого вдруг не сделали, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, напишите в комментарии, что вы думаете о Dash и вообще о крипторынке в целом. Ну а с вами был Фла-Ла-Ла, он же Грини Джо, это канал CryptoCommons. Всем большущего профита. Торгуйте аккуратно. Ходлите. Самое главное, ходлите, потому что ходл побеждает. И до новых встреч в следующих выпусках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok